доброе утро дорогие друзья всем всем большой шалом в иерусалиме 10 02 а мы очень очень сильно стараемся проводить ежедневные уроки в 10 утра и сегодняшний день не является исключением поэтому мы с вами сейчас будем учить тору и не просто будем учить тору а мы будем с божьей помощью готовится к празднику шавод через неделю день дарования торы когда каждый из нас может еще на 1 2 10 шагов приблизиться к творцу мироздания стать ближе к нему и жить правильно правильно согласно его инструкции которые он нам дал на горе сина и той самой святой торе поэтому мы должны готовиться максимально чем больше мы с вами подготовимся тем больше мы сможем получить в этот святой прекрасный день шавод и так давайте обратим внимание кто сумел подняться на гору сина и получить тору это великий пророк моши моши у нас есть 13 принципов веры и один из принципов говорит что я верю полной верой что моши это великий великий отец всех пророков и он общался с богом на самых на самых таких вот самый близкий контакт он был самый-самый великий пророк давайте обратим внимание тот человек который сумел подняться и спустить для нас тору что про него сама тора говорит какие у него характеристики какие должны быть характеристики у человека который сумел подняться на небеса спустить тору письменная тора в книге шмот очень коротко и четко говорит какими качествами должен был обладать моши чтобы иметь максимально сильный контакт из всех людей именно моши мог общаться с богом так близко говорит нам тора что моши рабейну воспитывался в доме фараона его забрала дочка фараона батья и он находился у фараона в царском дворце он мог жить не зная бед и вообще не наблюдать ни незачем каким-то происходящим за окном просто себе жить как принц великой великой египетской империи но моши рабейну говорит нам тора он так не поступал он постоянно выходил на улицу посмотреть кому я могу помочь однажды говорит нам тора он увидел как дерутся два еврея и когда один замахнулся на другого моши побежал к нему и сказал как ты можешь вообще замахиваться на кого-то раша лама такая ха злодей что ты бьешь другого он пошел и разнял этих двух человек затем говорит нам тора уже дрался египтянин с евреем и он опять вмешивается и помогает тому кого обижают это второй эпизод третий эпизод который говорит нам письменная тора что когда моши рабейну увидел что обижают пастушек дочери тро пришли напоить своих животных и их обижают увидел моши рабейну что обижают пастушек он за них заступился все письменная тора говорит нам вот эти три коротких эпизода моши рабейну увидел что кого-то угнетают и он пошел и за них заступился все что мы про него знаем вот характеристика того кто скоро сумеет подняться на гору сина и спустить для нас тору втора не говорит что он был великий мудрец который учился день и ночь а он так таковым являлся тора не говорит нам что он достиг великих пророческих каких-то уровней что он уже мог общаться с богом тора не говорит про его какую-то феноменальную память ничего такого тора не обсуждает письменная тора говорит что это был тот человек который шел заступаться за того кого обижают именно благодаря вот этому качеству что ему было жалко угнетенных он сумел достичь таких духовных высот подняться на гору и спустить для нас с вами тору именно это качество помощь ближнему сочувствие он мог вообще ни на кого не смотреть он мог сидеть во дворце но он шел спасать тех кому нужна была помощь и тора специально подчеркивает это для нас тора это не просто книга истории какие-то или просто давать характеристики и оценку людям а тора записала это для нас чтобы мы с вами понимали что самое главное качество что от нас бог ждет взаимовыручку помощь ближнему не закрывать глаза когда мы видим когда кто-то в беде а всегда всегда помогать и наши мудрецы говорили что материальная помощь другому это твоя духовная помощь себе ты ему даешь буханку хлеба а сам духовно растешь и здесь это очень очень сильно подчеркнуто что самое главное помогать 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 ближнему также мы это с вами видим когда мы шеробейну подымается на гору и тора нам говорит уже письменная тора в мидрашах она нам сообщает что получить тору это не просто пришел и взял а был огромный конфликт с ангелами ангелы сказали мы не хотим давать людям тору они не достойны торы мы с вами знаем что на трех основах держится мир на изучении торы на молитве и на помощи ближним и сказали ангелы вот эти люди они нам уступают в изучении торы мы духовные творения мы тору постигаем сильнее чем они молиться мы можем намного лучше чем они потому что мы находимся с богом в прямом контакте и ангелы сказали мы не собираемся давать тору людям и было огромное-огромное противостояние между муж и ангелами что делает всевышний всевышний сделать такое чудо что лицо муше изменилось и теперь муше имел лицо авраама вдруг появляется на небесах вместо муше появляется авраама лицо и говорит им муше вы что забыли ангелы вы были у меня в гостях когда-то вы приходили гавриэль михаэль рефаэль три ангела спустились к авраму и вы пришли к нему в гости один пришел вылечить авраама второй пришел сказать что родится скоро и цхак третий пришел уничтожать дом но вы все были в гостях у авраама и сейчас вы не даете его потомку получить тору как же некрасиво вы себя ведете шеймун ю стыда вам должно быть что вы после того что вы были в гостях у авраама не даете его потомству тору что здесь написано в чем был ответ муше что вы были в гостях у авраама и это очень стыдно как вы себя ведете а здесь очень был правильный ответ мы сказали что тора держится на трех вещах на торе изучение торы заповеди торы на молитве молитва всевышнему и действительно в этих двух аспектах мы уступаем ангелам здесь мы не конкурентоспособны у них здесь есть конечно преимущество но есть третья основа мироздания есть основа мироздания которая называется гмилют хасадим помогать другому помогать другому ангелы не могут помочь можно только тому у которого есть какой-то недостаток на небесах у ангелов у них все есть у них нету какого-то недостатка чтобы какой-то из ангелов мог помочь другому ангелу и сказал им мошэ вы помните вы были в гостях очень вы себя некрасиво ведете что здесь написано что только человек может помочь другому человеку всевышний специально создает для всех нас неравные условия кто-то богатый кто-то бедный кто-то сильный кто-то слабый кто-то здоровый кто-то больной чтобы мы могли помогать тому у кого меньше чем у нас и сказал мошэ ангелам конечно мы вам уступаем вторе и в молитве но в помощи близким вы нам уступаете у вас это невозможно вообще осуществить поэтому отдайте мне тору не мешайте дарованию тор в этом был ответ мошэ рабаина что третья основа мироздания принадлежит людям только мы можем помогать друг другу и здесь снова и снова тора подчеркивает как же это важно благодаря вот этой возможности помогать другим мы получили тору и ангелам было нечего сказать и они разрешили нам ее получить именно благодаря вот этому качеству помогать сочувствие взаимовыручка мошэ рабаину был выбран из всех людей чтобы именно он смог подняться на гору и спустить для нас тору важнейший важнейший урок что для всевышнего самое ценное это гмилют хасадим помощь другим также очень интересно всевышний сделал некоторые чудеса на горе синай первое чудо что там были такие шофары там были специальный такой вот бараний рок и звучал шофар на горе очень сильный звук такие трубы трубный звук ту очень очень сильно был звук и всевышний сделал такое чудо что обычно у людей когда они играют на музыкальных инструментах когда кто-то трубит шофар то в начале звук очень сильный но потом звук начинает затихать и перестает так в нашем материальном мире звучит шофар в начале очень сильно а потом он замолкает но всевышнего шофар он в начале звучал не очень сильно а потом сильнее и сильнее и сильнее наоборот звук постоянно усилялся чем больше трубится шофар всевышнего тем сильнее его звук зачем всевышнего нужно было это чудо всевышний не делает лишних чудес что он хотел нам проиллюстрировать своим шофаром а всевышний хотел нам показать вы знаете у человечества будет очень много разных идеологий коммунистическая социалистическая и тот самый коммунизм который начинался мы сейчас будем коммунизм мы изменим весь мир это на веки веков будут коммунистический строй во всем мире как громко это звучало и через 70 лет коммунизм полностью разваливается нацисты пришли нацисты мы строим навечно нацизм фашизм мы всех одолеем и они кричали 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 и через пару лет они вообще замолкли и исчезли любая человеческая идеология она вначале шумит как земной шофар а потом она исчезает и замолкает как любой музыкальный инструмент но шофар творца тора творца она всегда звучит по нарастающей и всегда она будет звучать и она никогда не исчезнет потому что это истина и на это основа мироздания и поэтому тора будет звучать сильнее и сильнее и сильнее и тора будет звучать вечно это такое чудо которое нам проиллюстрировал всевышний на горе сина очень интересно что всевышний дает тору в пустыне в пустыне ну давай всевышний у тебя есть и иерусалим святое место столица всех религий все 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 религии признают иерусалим самым святым ну давай дадим тору в иерусалиме почему ты останавливаешься в пустыне давай подождем еще две недели ребята все дойдут до иерусалима и там ты дашь им тору но всевышний хотел чтобы дарование торы было именно в пустыне чтобы она не имела какой-то привязки к географическому какому-то месту если тора дается в иерусалиме то люди которые живут в майами в киеве в сиднее они скажут так мы же живем за границей тору дали в израиле так пускай те кто живут в израиле ее соблюдают поэтому всевышний дал нам тору в пустыне в дороге чтобы не было никакой географической привязки к дарованию торы чтобы все соблюдали тору в любой стране и поэтому мы остановились на пути в израиль но мы знаем что иерусалимская гора хар хамория та самая гора где было жертвоприношение ицхака храмовая гора самое святое место она называется гора море я что такое море я те кто знают иврит знают слова море учитель это та гора которая чему-то учит чему она учит говорят нам наши мудрецы что это и есть гора синай гора море я который нас чему-то учит это и есть гора синай всевышний вырывает эту святую гору на которой было жертвоприношение ицхака он ее переносит в пустыню там где пришли они горе синай и это та же самая гора это не две горы синай море я это та же самая гора просто которую временно перенесли и в пустыне где нету какой-то локации привязана привязана и к месту чтобы мы соблюдали везде на всей планете но он хотел чтобы была гора святая иерусалимская поэтому он вырывает гору переносит ее в пустыню и гора синай и гора мурья это та же самая гора просто которую временно перенесли с места на место такие вот большие чудеса сделал всевышний для нас на горе синай при синайском откровении его шофар звучал сильнее сильнее чтобы никто не сомневался что тора вечная божественное учение она будет всегда и даже когда нам кажется что сейчас она угасает звук шофара на горе синай звучал все сильнее и сильнее тора вечная гора мурья она была взята из иерусалима чтобы была святость израиля присутствовала при даровании торы но нам нужно было ее получить именно в пустыне чтобы каждый знал что независимо от его географического местонахождения он должен и может ему это выгодно постигать духовные уровни спасибо огромное за внимание я всем желаю прекрасного шаббата шаббат недельная голова бамид бар давайте все будем хорошо учить у нас еще есть целая неделя подготовки к дарованию торы пускай всевышний откроет нам наши глаза чтобы мы могли видеть вещи правильно чтобы мы видели его руку его добро его любовь всем хорошего шаббата всем хорошего праздника шаббод шаббат шалом хак замех